Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. Так получилось, что вы недавно приобрели где-то дом с участком, дашний участок, и вы считаете, что уже поздно, что вы опоздали в этом году что-то посадить, посеять, для того, чтобы есть какие-то заготовки на зиму. Смею вас заметить, что вы очень-очень ошибаетесь. Почему вы ошибаетесь? Потому что в июне можно целый ряд культур еще посеять и посадить на садовом участке. Ну, начнем с того, что можно посеять и что из этого можно иметь. Конечно, культур очень много. Вы удивитесь, что в июне можно посеять, и что такие культуры. Ну, одну из первых культур, я, конечно, называю вам знакомую, это огурец. Огурец ранних и средних сортов вы вполне можете посеять еще до конца июня в открытом грунте. И в этом же году собрать урожай, который будет вам и для маринования пойдет, и в свежем виде. Только, повторюсь, ранние и средние сорта. В начале июля можно посеять эти же сорта и что у теплицы. Они также осенью будут давать вам урожай. Ну, то теплица, открытый грунт до конца июня. Следующая культура из этой серии – это кабачки. Это кабачки, это патиссоны. Эти культуры, значит, еще дадут вам очень хороший урожай зеленых плодов в этом году. Вы сможете их в свежем виде кушать и делать различные заготовки. Кабачки и патиссоны также еще можно высевать до конца июня месяца. Еще больше разнообразия, конечно, корнеплодов. Вы удивитесь, ну, июнь месяц, до 20 числа в условиях Белоруссии, если вы живете южнее, то это конца будет июня месяца, это самый хороший срок посева моркови для зимнего хранения. Чем это хороший срок? Потому что луковая муха и морковная муха уже прекратили первое поколение, перестали летать. Перестали летать, и они повреждают растения, уже не повреждают. Морковка, посеянная в этот срок, никогда не бывает червивой. Она всегда хорошего качества, и она хорошо хранится зимой. Ну, конечно, предпочтение надо дать ранним и средним сортам. Но позднее уже не дадут крупных морковин. А раннее и среднее вас порадуют очень хорошим урожаем. Морковка будет сочная, и будет храниться вплоть до нового урожая. Так что не забывайте об этом. Следующая культура, опять же из корнеплодов, что очень хорошо удастся в эту пору, это столовая свекла. Столовая свекла для переработки, а также потребления в свежем виде, тоже может высеваться вплоть до начала июля месяца. Высеваем, и вы можете перерабатывать в различных видах переработок, а также употреблять в свежем виде. Она также сочная, и тем более, что стол вы можете посеять эту культуру, например, после уборки, как лука на перо, или там какой-то зелени. И она вас обладает хорошим урожаем. Ну, июль месяц – это вообще идеальное время для посева целой кучи выходных плодов. В частности, редька Черная Зимняя, вот вы слышали о такой. Редька Китайская, редька Китайская Лобо, редька Летняя, ну и также всеми любимый дайкон. Июль месяц – это самое хорошее время для того, чтобы иметь хорошие крупные корнеплоды, потому что если вы сели их весной, они уже зацветают. При посеве в эту пору они свести не будут, вот, а порадуют вас хорошими, сочными корнеплодами. Замечу, что в зависимости от сорта вы можете иметь редьку весом до килограмма, а дайконы даже и до трех килограмм. Поэтому в июле месяце смело высевайте эти культуры. Тем более, что в эту пору красноцветные обложки уже не повреждают растения. Как бы их поколение уже прошло, они уже впадают в спячку, уже на следующий год, поэтому эти культуры всегда чистые и без всяких газхимий дают очень приличный урожай корнеплодов. Ну, конечно же, нельзя забыть редис. Редис тоже, начиная с июня месяца, смело высевайте. Каждые там 15 дней, то есть через 2 недели высевайте редис. Он у вас опять же будет хороший, сочный. Только в июле не забывайте поливать, а в августе, когда нож станут прохладный, он уже будет развиваться прекрасно и без поливов. Ну, вы будете иметь эту культуру на своем участке. На этом тоже не кончается разнообразие. Можно посеять горох. Овощной горох, посеянный в июне месяце, вплоть до конца июня, уже через 2 месяца отблагодарит вас урожаем. То есть в конце августа, сентября вы будете собирать зеленый горошек, прямо на градке. И вам для ваших блюд не надо конселированный горошек, у вас будет на градках хватает своего зеленого горошка, свежесобранного. Так что не забывайте об этом. Ну, что еще хорошее можно посеять в этом месяце? Это, конечно, и этот месяц, и следующий месяц, это благоприятное время для посева зеленых культур. Как укроп, салат, шпинат, рукола, целый рад других культур. Высевайте эти культуры с интервалом 15 дней, для того, чтобы продлить сезон потребления свежей зелени. В эту пору ни одна среди культур тоже как бы не стрелкуется, и дает хороший-хороший урожай. Поэтому посейте, для того, чтобы в августе-сентябре у вас на столе был богатый набор зелени для салата. Ну, и что ж, культура, если что, рад культур, которую можно посеять. Конечно, это капусты. Белокочанную капусту уже бесполезно садить, она не даст хорошего урожая. Но вот эти три вида капусты, пекинская, цветная и брокколи, ну, пекинская, то без разницы, какой сорт ранний или поздний, он в любом случае дает хорошую головку. Брокколи и цветной капусте ранние и средние сорта, и что порадует вас хорошим урожаем в сентябре месяце. Поэтому смело высевайте их на рассаду, тем более, что есть сорта, которые лучше развиваются в осенний период, как та же романеску. Они лучше развиваются в осенний период, поэтому посейте. Приобрести вышеназванные семена, а также средства защиты, садовый инвентарь и многое другое можно в нашем интернет-магазине «Про цветок», а также в стационарном магазине по улице Кирова 3, радужно-заружным вокзалом, магазин «Про цветок». Удачных вам покупок! Так что, вот видите, даже небольшое знакомство с этим миром семян говорит вам о том, что июнь месяц – это хорошее время для посева многих овощных культур. Вы продлеваете период потребления овощей, соответственно, у вас стол более богат от разных овощей, ну и свежие овощи, конечно, когда уже как бы сезон их отойдет, а у вас на столе будут присутствовать всегда. Приятного вам аппетита! До свидания!